Наши предки по преданиям пришли, говорят, на 14 кочах. Коч – это судно такое, которое может ходить и по морям. Ну, правда, оно вмещает в себе 30 человек. И вот по преданию… Полейник, да? Нет, они пришли морским путем. Это значит, они вышли из Новгорода Великого. Оказывается, там. Когда Иван Грозный, еще при Иване Грозном, 1570 год это был, он там опричненным был, такое, значит, государство образовалось такое, да? И власть такая называлась, опричненная. И, значит, кто был не согласен с тем, что это все политикой, то они, значит, собирались и уходили вот на этих кочах. Но состав этих людей был разный. Там были и бояре, и простые люди. Но все-таки это, значит, состоятельные, видно, чтобы организовать их. Но Иван Грозный, как известно, он их и вешал, и казнил, и все такое. В общем, залитого крови полно. Поэтому они, согласны с его мнением, он хотел, чтобы, значит, государство, у нас же центр был не Новгород, он богатый был, этот город, не Новгород, потому что торговал с государственными иностранными государствами. Очень был богатый, вот, город и сама область такая, вот. И, значит, он с ними расправлялся, как мог. Да, и тогда, значит, собрались предки, и вот пошли, значит, вот северным путем. А в то время, говорят, климат-то был теплый, и они не так уж трудно переходили, вот эти льда-то было не так уж много. Но потери были. Вот, они когда пришли туда, и, значит, остановились в Усть-Елоне, вот эти пашки сидят, и живут, да? Вот, другой, Павел, Чуренка, другой. Вот, и там остановились, и, значит, они попробовали. Они вообще, люди такие были промысловые, они рыбачить могли там, в Новгородской области, и ходили на охоту, они все могли. Эти люди, вот. Остановились, значит, закинули, не, ну, сеть, там попалась рыба. Говорят, что если одну рыбу поймаешь, то будешь сыт целый день. Если больше, то затем больше, и так далее. Они, значит, нашли это местечко такое богатое, там, может, положились. Вот, потом, значит, я уже, как говорила, что это... Гулянка стала, то есть привезли с собой это, спустное, попили там, и ноги утонули. И это место бросили, и перешли на ту сторону. И назвали Русское Устье уже, да, на той стороне. А потом, в 1942-м-то году, вот, она стала обрушиваться, берег-то, и вот, значит, потом переименовали на Полярный. А уж 300... когда 300... 350 лет, как было в 88-м году, и тогда назвали прежнее название, получили обратно. Вернули. Вернули, вот, исконное ее название. Вот, ну, что еще сказать, да? А численность? Численность 500 человек. Сейчас меньше. Сейчас меньше. Сейчас меньше 100. 350, 350 лет было, когда Русский Устье. Там единицы уезжали из Русского Устья, там, где-нибудь, другие края, да? А сейчас многие уехали. Ну, вот, теперь отовсюду и уезжали. В общем, шли очень долго. Долго шли. Уезжали от Ивана Грозного, как-то было. А, и со всех губерний. Ну, значит, с разных губерний, конечно, мы не говорим, что с одной губернии, только с Новгорода нет, с Архангас, там есть другие губерний. И богатые люди. Ну, видимо, состоятельные были. Иваны уже политики. Вот, а тут, значит, встретили, здесь тут жили только эти Эвены, Юкагиры, вот, Чукчи. Вот здесь еще тогда якутинищики? Не было, не было еще их. Раньше пришли. А мы вообще... И они встретили их очень хорошо, дружно. Никаких войн не было, никаких, это раздоль. Вот, и перемешались русские эстинцы с Юкагирами в основном. В основном, что Юкагиры? В основном, местные. А местные и местные? Вот, местные Юкагиры. Она считается местными. Ну, что-то... Мы-то вообще есть такая запаска. Мы Эвены даже не знали. Что такое Эвены? Что Эвены здесь, так она цикла. А, у нас были только Юкагиры. Почему Эвены, эти... Они были Юкагиры, почему они стали Эвенами, мы не знаем, конечно. Ну, пускай. Пускай это их дело. Это их история. Вот, поэтому мы-то, ну... Мы-то перемешались, обрадали русу. И получается, у вас тогда ружье было... Да, конечно, да, были-были. Вот. Ну, мы же не... Это сколько веков прошло? Это у нас там... Почти пять. Письменность была, книги... Это все было, а потом все исчезло. Потом исчезло все. Это века ведь, века. Ну, да, 1500-х, века. Обучения не было, да. А сохранили все вот. Из уст-уста передавали сказки, там были, и все, песни. Музея еще нету. Так разговаривалось в музее. Ну, он создан недавно. Ну, современный. Современный. Ну, там есть элементы, которые... Там история очень хорошо написана в русском устье.